Вопрос данных затрагивает с позиции управления прав собственностью и создания новой ценности. Я уверен, что он раскроет видов дальнейших своих выступлений. Сейчас я бы хотел, чтобы мы прошли сюда, чуть-чуть синхронизировали собственное понятие, чтобы дальше мы двигались как бы из примерно одной установки и могли... Мне помочь? А, да, мне тоже. Пока слайд наверху. Все. И синхронизировать язык и понятия. Добрый день, меня зовут Алексей Павловский. Поговорим про данные. Сейчас мы сразу резко с этих высот философии и общественных наук спускаемся на общем-то результате. Это очень конкретные предметы. Задача наша заключается в том, чтобы понять вообще, что такое данные, какие они бывают, как они в организациях обращаются, какие виды бывают, как они взаимодействуют между собой, и каким образом организации взаимодействуют между собой, и как эти виды данных отражаются на этих взаимодействиях. Это очень важно понимать, потому что наш мир современный действительно очень сильно окружен данными. У нас принято говорить, что решения должны приниматься на основании данных. И по моим наблюдениям, огромное количество проблем происходит из того, что они не понимают типологию данных и их внутреннюю суть. Я сразу говорю, что это, наверное, первая возможная и единственная реабилитация, на которой есть новый логотип компании IQ Systems. Просто потому, что приблизительно процентов 70-80 того, что я сейчас буду рассказывать, это скорее интеллект этой компании, нежели это мои собственные какие-то мысли, я просто пережевываю. Соответственно, если мы посмотрим на все данные, с которыми работает организация, то мы увидим следующую приблизительно картину, которая большинство специалистов айтишников более или менее знакома, а широкая общественность как-то ее игнорирует, хотя, в общем, совершенно зря. Первое. Есть такая штука, которая называется нормативно-справочная информация. Что важно понимать? Все интуитивно понимают, что это. Это всевозможные справочные классификаторы. Классификатор полов, классификатор цветов, классификатор чего угодно. Очень важно понимать саму философскую суть, что это то, каким образом мы структурируем наш мир с целью его анализа. То есть мы там понимаем, что есть мужчина и женщина, что цвет бывает красный и зеленый. Но это не значит, что НСЕ описывает какие-то феномены нашего реального мира. Это просто именно аналитические плоскости в чистом виде. Это набор тех признаков, по которым мы отличаем разные сущности предмета двух от друга. Следующим, если по уровню смотреть, идет такая вещь, которая называется мастер-данные. Это сама таковая концепция мастер-данных. И, наверное, лет 10, когда она выделилась в более-менее отдельное направление движений, она также известна на русском как основные данные предприятия, хотя предприятия тут ни при чем. И здесь речь идет о данных, которые описывают конкретные предметы нашего реального мира, это конкретные явления, так и конкретные. То есть классификатор – это плоскости анализа, мастер-данные – это конкретные явления, и есть так называемые транзакционные данные – это то, что происходит с этими конкретными предметами. То есть, поскольку пояснять проще всего на примерах, то поясню, что у нас есть разные типы гайк, а среди них есть конкретная гайка на 17, а есть конкретная гайка на 17, которая со склад на склад перенесена. У нас есть виды самолетов, типы самолетов, направления. У нас есть мастер-данные – это аэропорты, это конкретные борта, конкретные рейсы, конкретные пассажиры. И у нас есть транзакционные данные – это конкретный билет конкретного пассажира на конкретный рейс. Или данные о регистрации – долетел, не долетел, бирка багажа. Вот это все уже транзакционные данные. И, соответственно, надо понимать, что тем, насколько у нас выстроена система нормативно-справочной информации, и тем, насколько правильно у нас выстроена система мастер-данных, от этого зависит то, как мы дальше можем работать с транзакционными данными. Ведь нас же в конечном итоге интересует то, что происходит. То есть первые два верхних уровня нам нужны по большому счету для понимания мира. А только в третьем все события. И для того, чтобы эти события обобщать правильно и делать правильные выводы, нам необходимо эти уровни правильно выстроить. Дальше нужно обратить внимание на то, что есть еще такое понятие, как аналитические данные и регистры. Регистры — это просто способ обращения с транзакциями. Это то, где мы накапливаем какие-то данные, чтобы каждый раз не пересчитывать. То есть когда вы смотрите на остаток на своем счету на банковской карте, вот это регистра классический. Состояние любого регистра может быть полностью установлено через всю цепочку транзакций. Просто для экономии времени и сил мы храним текущее состояние. Оно вторичное. Ну и аналитические данные, это понятно, это фактически просто для уменьшения объемов, трудоемкости и так далее. Мы сворачиваем транзакционные данные, как правило, несколько теряя детализации, но при этом приобретая вас в мысленности. Потому что если у вас, допустим, 3 миллиарда транзакционных записей, ну и что вы с ними можете делать? Вы их сворачиваете до продаж по месяцам, в зависимости от того, какую цель функционально вы преследуете. И надо при этом понимать, что та аналитика, которую мы можем построить, она полностью целиком определяется именно вот этими двумя блоками. При отсутствии правильного построения этих блоков, у нас аналитика полностью целиком рассыпается на самом деле. И далее вот здесь есть еще один вот такой вот блок, который я обозначил как технологические данные. Что я имею в виду? Вот те данные, которые я только что рассказывал, это данные, которые позволяют, которые в большей степени ориентированы на экономику предприятия, на взаимодействие и на событийные всевозможные вещи, которые именно с экономикой связаны. Я достаточно осознанно это выделяю, потому что кроме этого есть еще огромный пласт данных, которые косвенно только связаны с экономикой и которые составляют, там могут быть существенные цифровые активы, но они живут по своим отдельным законам. Ну, например, самый яркий пример, это цифровая модель здания, цифровая модель какого-нибудь изделия и так далее. То, что порождается в процессе интеллектуальной деятельности по проектированию, по разработкам, то есть то, что не содержит внутри себя транзакционный, как таково, в этой модели, и то, что не обращается на рынок, а фактически обращается внутри компании, является во многом результате ее деятельности. То есть сюда попадает фактически та информация, которой компания внутри себя отменивается от сафра и до e-mail включительно. Соответственно, эти все системы, на самом деле, точно так же увязаны и очень часто бывают и с нормативно-справочной информацией, и с мастер-данами, и даже с транзакционными данными. И вот это все составляет некую более или менее попую систему тех данных, с которыми работает, в принципе, организация. Теперь мы поедем дальше и посмотрим. Если мы посмотрим на объем этих данных и длинную циклу, ну, объемы мы можем мерить в байтах, можем мерить в записях, это не принципиально, то мы увидим, что у нас нормативно-справочная информация имеет самый маленький объем из всех. Ну, это в первую очередь потому, что именно число своих плоскостей, которые мы разделяем мир на части, оно достаточно конечное. Мастер-данные имеет намного больший объем, а самые большие объемы, которые мы порождаем, это данные транзакционные. То есть это данные ассортивные. При этом длительность, именно длина жизненного цикла, в течение которой эти данные сохраняют полезность, актуальность и жизненную ценность, она совершенно обратна. То есть у нас НСИ, это нормативно-справочная информация плоскости анализа, она меняется десятилетиями. Ну, вот у нас недавно, в некоторых странах появился апгрейд справочных полов внезапно. До этого, перед этим, несколько сотен лет, все было стабильно достаточно. Самый яркий момент на сотни лет было вот так, а потом все-таки справочник изменился. Точно также очень многие вещи привязаны именно к нашему физическому миру, к свойствам человека, к свойствам, к базовым философским понятиям, поэтому НСИ странно мало меняется, это надо понимать. Мастер-данные, как вещи привязанные к каким-то объектам реального мира, они более динамичны. Соответственно, у нас вот есть, допустим, автомобиль, у автомобиля есть какой-то жизненный цикл, что очень важно, что он упустил в этой границе, что относить к мастер-данным, что НСИ, она также от бизнес-целей тоже немножко может плавать. То есть мы можем автомобиль досматривать, если наш бизнес такой, мы можем насматривать его просто. Модель автомобиля как сущность мастер-данных. Ну, и сказать, что конкретный автомобиль нас интересует с точностью этой модели, и нам глубже не надо. Так. А мы можем сопровождать как-бы каждый автомобиль, рассматривает как элемент мастер-данных. И в этом случае не будет раз т зависит Otto. В этом случае в одном случае это будет жизненный цикл моделей. В другом случае это будет жизненный цикл экземпляра . Другая история. Ну и транзакции. Транзакции очень интересная штука, потому что в большинстве случаев на самом деле транзакции живут буквально несколько месяцев. После чего мы повышенно сворачиваем превращение в аналитику и конкретной записи, которая была несколько месяцев назад, во много теряем интерес. То есть часто ли вы просматриваете свою банковскую выписку за прошлое полугодие и прямо читаете ее по строчкам? Скорее всего нет. А вот как менялись ваши затраты, допустим, в разрезе на питание, на транспорт, на то, на сё, вот эта информация вам уже интересна. Соответственно, мы из транзакций порождаем сворно-аналитические данные, которые тоже имеют довольно длинный цикл существования и которыми мы пользуемся для того, чтобы делать какие-то управленческие и прочие люди. Теперь пойдем дальше. А что происходит в том случае, когда два субъекта сталкиваются и хотят между собой какую-то деятельность вести? Первое на то, на что они наталкиваются, это на то, что они оперируют немножко разными наборами базовых вот этих самых данных. То есть транзакция общая должна быть, они вот что-то кто-то кому-то отдает. Я вам чего-то передаю, а вы мне в ответ, допустим, даете деньги или просто отдаете. И мы должны понять, а чего? А у нас структура разных данных разная и структура, а содержимое данных разное. В вашей системе это гвоздь на 150 железный, а в моей системе железный гвоздь на 150. Мне понятно, и вам понятно. Есть одна проблема. Компьютеру это понятно. Для компьютера это разные вещи, потому что компьютер работает с нулями и единицами. И возникает проблема в том, что у нас вот здесь вот сидят люди, которые фактически согласовывают некий промежуточный формат, то есть они сопоставляют мастер-каном НСИ своей организации с партнером, по сути. То есть фактически если мы рассмотрим любую деятельность, то мы выясним, что есть человек, который отвечает, допустим, за закупку, он формирует некое представление того, что компании нужно, он ищет это, уточняет, что то, что они предлагают, это именно оно, потому что ему в терминах той компании поступает вот это все дело. И в итоге они формируют некое общее понимание, на основе которой формируется некая общая транзакция, по которой мы говорим, которая в транзакционной системе двух этих компаний ложится независимым образом. Вот есть подозрение, что вообще на рынке число человек, ну, в принципе, для человечества, число человека, часов человека лет в год, которые тратятся именно на этот процесс, на синхронизацию, оно просто чудовищное. И дальше возникает вопрос, а как уменьшить эту затрату? Так вот, наиболее частым ответом является навязывание своих мастер-данных МСИ от одних участников системы к другим. Например, очень часто крупные, реально крупные организации, сотрудничество с которыми многие заинтересованы, они просто говорят, так, вот мои МСИ, вот мои каталоги, вот моя система кодификации, я вообще не вижу ничего другого. Я не разговариваю на других языках. Вы хотите со мной работать, вы учите мой язык. Не хотите учить язык, вы со мной не работаете. То есть, ну, самый пример. Крупные торговые сети вот так поступают с поставщиками. Они хотят цифровые накладные кодификации своей. Всё. Ну, это реальная практика жизни, то, что поставщик, поставляющий несколько сетей, поддерживает у себя несколько систем кодификации для этих самых разных сетей. То есть, так же поступает очень крупный интегратор, ну, типа Боинга, наверное. Там та же система, когда очень большая иерархия партнёров и, соответственно, голова этой иерархии, которая собирает конечный продукт, просто транслирует туда всю систему. При этом, в общем, на вот этом конце опция очень простая. Пассажир, кушать его будете или не будете? Есть варианты, при которых вот такое же навязанное происходит всем участникам со стороны и сверху, например, от государства. Ну, сложно говорить о том, насколько это хорошо или плохо, потому что, ну, чуть-чуть тоже мы поговорим о том, что государство вообще с этой ролью очень редко когда хорошо справляется. И поэтому, зато берётся обычно в очень больших объёмах сразу и пытается сразу уж там весь мир там оцифровать, из этого ничего хорошего не получается. Поэтому, в любом случае, это навязывание, в любом случае, это не достаточно противоестественный процесс. И в любом случае, это такое частное палеотипное решение проблемы рас, и это решение, оно не очень как бы хорошо с точки зрения системы КВА. А теперь возникает с этой точки зрения, теперь мы смотрим с точки зрения данных на такое явление, например, как маркетплейс. Вот классический маркетплейс, допустим, тоже Яндекс.Маркетплейс, например, там, как еще, хороший пример, понятный привести. Олимкспресс. Неважно. Все уже должны понимать о чём. Что делает маркетплейс с этим? Маркетплейс не в состоянии встретить нормально вот эти потоки как бы системы данных. Он вводит в свою систему более простую, более общую, которая немножко помогает вот этим операторам, которые работают на обеих сторонах, немножко помогает как бы свести, расширяет выбор при сохранении трудозатрат. То есть, если раньше мне надо было обзвонить 10 человек, с каждого получить бумажку, посмотреть на неё и видеться в том, что она не совпадает, то теперь у меня есть некоторое количество, неких инструментарий, промежуточный формат, которым я говорю, что мне вот, пожалуйста, кусок деревянный 50 на 50. Все просто выбрались, я оттуда отобрал и как-то согласовал вот это дело. И в этом случае маркетплейс поражает некий свой такой вот, свою нормативно-справочную информацию, свой мастер данные, которые на самом деле не имеют никакого синхронизма не с теми с другими, а являются некой метод информацией промежуточной, облегчающей взаимодействие опять же людей. При этом реальная транзакция формируется фактически через маркетплейс в договорной системе, в договоре прямом между участниками. Ну и опять, это система, которая просто лучше, чем ничего. Она позволяет нам добиться следующего, я копирую из того, что я в позу прошлых момент даже рассказывал, чего мы хотим добиться. Мы хотим добиться, чтобы у нас автоматизированная система управления предприятием порождала план, образно говоря, снабжения. Этот план снабжения совершенно спокойно уходил через платформу, сочетался автоматическим образом с вариантами, с возможностями поставки, чтобы максимально автоматизировать решение и человека вытащить. с процесса решения кейс-бай-кейс по каждому конкретному вопросу, вытащить его на уровне определения правил. Я работаю с надежными поставщиками, выбирая автоматически в соответствии с моим планом лучшую цену с учетом логистики и сроков, которые мне нужны для моего производственного плана. Ну хорошо же, правильно? И возникает вопрос, соответствует то, что нарисовал в этой схеме? Нет, не соответствует. И здесь опять есть вопрос. Когда мы строим платформу, вот это самый, можно сказать, интересный слайд, потому что когда мы строим платформу, мы неизбежно вот в эту вот проблематику данных, а именно несинхронности нормативно-справочной информации и мастер-данных участников рынка, мы неизбежно в нее упираемся. И эта проблематика на самом-то деле является одним из ключевых препонов, которые позволяют нам строить эффективную платформу. Мы либо должны свалиться, обратно включить человека в контур и свалиться в marketplace, либо мы должны что-то с этим сделать. Существует только два способа что-то с этим сделать. Способ номер раз – навязать. Способ номер два – транслировать. Вы знаете, почему на этом слайде есть логотип? Потому что эта компания, которой я принадлежу, убедила меня в том, что транслировать можно. Допустим, после этого полгода назад я был уверен, что транслировать нельзя. Так вот, вариант номер раз – платформа порождает свой набор нормативно-справочной информации, свой набор мастер-данных и мытьем, катанин, уговорами, угрозами, но раскатывает его на участников рынка так, что все им пользуются. Вариант идеальный и реальный. Как фактически из анекдота. Либо мы иноплантиане братья, это реальный вариант, сами же делаем нереальный. Вот здесь то же самое. Этот вариант, который является струтом реальным, то есть это вариант, который очень сильно помогает делу, и который, к которому со временем, возможно, каждый сильный рынок может прийти, но который нельзя сделать ни быстро, ни достаточно эффективно, это весьма трудоемкий вопрос. И второй момент – это согласование. То есть, когда мы, в какой-то конкретной области, мы все равно, платформа должна построить свой набор технологических форматов, форматов обмена, мастер-данных, нормативно-справочной информации, но при этом она должна понимать, что ей придется практически на каждом отдаваемом фейл предмете, на каждом запросе, то ли это запрос на продать что-нибудь, или предложить что-нибудь, то ли купить, то ли это запрос на свободные мощности, или на задействованные мощности. И на каждом запросе придется приводить это все к единому формату. И более того, пожалуй, только такой путь является более или менее эволюционирующим. То есть мы не можем заставить всех работать по единым правилам, но мы можем создать свои правила, создать определенные механизмы, которые будут позволять приводить нам на стыке. Это все к нашим единым правилам, к нашим единым форматам, к нашим единым структурным данным, к нашим единым пониманиям того, что есть каждая вещь в терминах в тех же самых мастер-данах. Здесь, к примеру, хотя давайте пройтись, чтобы всем было понравилось. Окей, хорошо. Давайте самые простые, самые такие банальные примеры. У меня строительная компания, мне нужен цемент. У меня в моей учебной системе цемент М500 просто есть просто цемент. А есть цемент, на рынке есть цемент Белгородского завода, Курского завода, Китайский цемент, еще какой-то цемент, еще какой-то цемент. Вот мне, как компании, совершенно все равно. Мне нужен просто цемент. И фишка заключается в том, что вот эта платформа, она должна уметь, даже если компания спрашивает цемент с какими-то там нюансами и так далее, она должна уметь понимать, что это просто цемент М500. То есть для платформы, которой обычно строительным рынком занимается, у нее есть цемент М500, М400 в соответствии с такими-то гостами. Кто его сделал, неважно, он по косту вообще, гостированный продукт. Может быть, претензия по качеству, может быть, надо проверять свое время, естественно. И репутация для этого есть. Соответственно, та часть, которая выставляет цемент в систему, она его может выставлять, путая педали с общими какими-то своими названиями фирменными, потому что у нее там еще и разные, в торговой компании у нее есть пять разных сортов цемента и все М500. Но это неважно. Платформа выравнивает их в конечном итоге, говорит о том, что вот здесь есть цемент М500, вот здесь есть потребность цемент М500. Вот они сошлись. И гораздо более важными являются другие атрибуты, а именно, а он вообще в фасовке какой он? Фасован или в капрах? Ну, вот такие вот вещи, да? А срок, а когда он должен быть? А где он по географии должен быть? А как с оптимизировать географию для того, чтобы на транспортном плечах их можно меньше потерять? Потому что, возможно, вы будете смеяться, но через тысячу километров железной дороги иногда перевезти дешевле, чем за 100 километров автомобиль. Если это, например, 50 тысяч тонн. Я же пароход. Поэтому тут все не так просто. Но вот это самый простой пример. И вот по этому примеру его можно повторять на любых фактических сущностях. Важно просто понимать, что если мы начинаем выкидывать человека из процесса принятия экономического решения, про который я уже говорил, в котором есть только три компонента. Это идентификация предмета, это цена и это риски, которые выражаются в репутации исторические, в скоринге внутри платформы фактически, то мы неизбежно должны равнять полностью товары. Я вам хочу сказать, что вот эти вот технологии вот этой привязки и выравнивания на сегодняшний момент они у нас есть, они работают где-то с 97% вероятностью. То есть для не совсем таких вот шизоидных справочек мы где-то можем 97% привязать автомат. То есть из 97% операций вот этих мы можем людей исключить. В парадоксальном образом. И теперь дальше мы переходим к самому можно сказать... Я уже закачиваю? Надо, меня можно не уговариваться. Я уже заканчиваю. Значит, если мы прикорим к самому интересному, а именно, собственно, о ролях относительно этих депутатов. Здесь выделены три вот таких колонки, которые нужно пояснить. Под государством понимается не столько конкретный чиновник с его недостатками и склонностью к отстаиванию чужих интересов, сколько некое государство как сущность, которая на стражу общественного интереса стоит. То есть когда мы говорим хорошее, нормальное, доброкачественное государство как должно об этом думать? Под бизнесом мы понимаем бизнес, который не платформа, который для платформы является тем самым рынком, транзакции которого она оптимизирует. И под платформой мы понимаем именно бизнес как платформу, которая берется за какой-нибудь рынок и доводит его до высшей степени оптимизации. И в этом смысле у них очень разные разные роли, разные отношения. Если посмотреть на НСИ, то от государства мы ожидаем верхнеуровневую НСИ, которая очень крупными мазками структурирует наш мир. Ну просто потому, что весь мир целиком никому не интересен. А для того, чтобы нам как-то жизнь свое хозяйство обустраивать, мы должны понимать, ну например, где заканчивается сельское хозяйство и начинается пищевая промышленность. Вот такой вот, непростой такой вопрос, да? И вот именно государство как основная структура, которая отвечает за целостность нашего общества и за его организацию, она и должна крупными мазками НСИ нам задать. Очень важно, что при этом максимально этот процесс должен быть максимально открыт и доступен. То есть нельзя создавать НСИ и скрывать их от участников рынка. Второе. Нужно понимать, что НСИ для бизнеса всегда строится исходя из злой бизнес-цели. То есть вообще бизнес все делает исходя из целей зарабатывания денег. И когда он строит нормативную справочную информацию, он это делает с целью потом свое поле транзакций таким образом анализировать, чтобы из этого принимать какие-то управленческие решения. Смею вас заверить, у более-менее нормального бизнеса нет особых проблем с НСИ, с мастер-данными, ну просто потому, что это влияет на их эффективность. А вот что должна платформа делать НСИ? По моему глубокому убеждению платформа должна уметь делать НСИ как бы за весь рынок и делать это так, чтобы бизнес хотел взять НСИ к себе. То есть делать это правильно. То есть в этом смысле платформа даже в определенной степени становится относительно лучших практик. То есть ну не все одинаково хорошо что не